В США женщине полностью пересадили лицо, которое ей изуродовал муж. Сложнейшая операция длилась 15 часов. Приживется ли новое лицо, пока неизвестно. Женщине предстоит долгий курс восстановления. Подробности в материале Ксении Муштук. Любовь, которая могла обернуться смертью. Так называли этот случай местные газеты. На мать двоих детей Кармен Блендин в 2007 году напал собственный муж. В порыве ревности он облил жену промышленной щелочью. В результате у 44-летней женщины было обожжено 80% тела. Ее ожоги были самыми ужасными из тех, что я видел за свою карьеру. Ее не мог узнать никто из знакомых. Шансы на выживание были очень низкими, но эта женщина – настоящий боец. Частичной пересадкой ткани лица, которая когда-то считалась практически невозможной, сегодня не удивишь. Первая была сделана во Франции еще в 2005-м. Однако эта операция бостонских врачей действительно уникальна. В ней участвовали 30 специалистов. За 15 часов пациентки полностью пересадили нос, губы, мышцы лица, артерии и ткани шеи другой женщины. На подобную алотрансплантацию решаются немногие. Всего в мире таких случаев только 10. Однако в результате этой операции Кармен будет похожа больше на себя, чем на своего донора, как это было раньше. Женщине еще предстоит долгий курс восстановления. От имени Кармен перед прессой выступила ее сестра. Такой шанс дается раз в жизни. Хочу сказать семье донора и врачам, что они сделали нам самый ценный подарок. Хоть и предстоит еще долгое лечение, я уверена, что моя сестра справится. Медики говорят, что существует вероятность отторжения тканей донора. Но врачи настроены оптимистично. Возможно, что хуже Кармен сегодня себя чувствует ее бывший муж. За изуродование супруги он получил 30 лет тюрьмы. Ксения Муштук, RTVI.